Продолжение следует... 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 Потому что есть ряд вопросов, которые изначально обсуждались, и действительно они на повестке дня стоят, и некоторые из них уже, может быть, и давно, но нет определенного, даже близкого единства по ним. Ну, например, вопрос отказа от защиты, когда доверитель не платит, можем ли мы и в каких случаях, может адвокат отказаться от защиты дальнейшей и так далее. Здесь очень много, очень полярные точки зрения, и рабочая группа долго обсуждает, и вопросы все-таки не включил. Еще, видимо, не пришло время для их рассмотрения, для их внесения, обсуждения и так далее. Нам еще требуется время для того, чтобы их обсудить и выработать относительно консенсус по этому вопросу. Осенью прошлого года рабочая группа закончила свою деятельность, был представлен проект, он был предварительно утвержден советом и разослан непосредственно в адвокатские палаты для обсуждения. После этого состоялось обсуждение, ну, практически со всеми адвокатскими палатами в том или ином виде. Нам стали поступать, единственное, конечно, здесь вот от адвокатов, мы объявил совет о том, что от адвокатов, наверное, через палаты нужно уже мнение совета, потому что времени уже не так много. Но, тем не менее, те, которые, предложения поступили и замечания непосредственно адвокатов в федеральную палату, они тоже были учтены и рассмотрены, их не так много было. Предложения от палат тоже были рассмотрены в рабочей группе. Понятно, что они повторялись, многие из них повторялись с того, что рабочая группа уже рассмотрела, поэтому там было легче. Ну, и ряд консультаций, обсуждений. Дело в том, что действительно результат значительной работы и обсуждений, те смыслы, которые заложены были в предлагаемые поправки, конечно, необходимо было доносить, потому что люди, которые с нуля это начинают, да, вот этот процесс еще ими не пройден. Мы взяли для себя за обязанность донести до адвокатских сообществ те смыслы и обсудить те смыслы, которые были заложены в эти поправки. Поэтому двумя способами действительно, вот как Юрий Сергеевич сказал, конечно, мы не успели, тем более пандемийный год везде проехать, но в значительном количестве регионов мне удалось побывать. Были кустовые совещания, да, вот у нас Южный округ был, и еще большее количество адвокатских палат обсуждало с непосредственным участием Юрия Сергеевича, моим, Василием Васильевичем, там и другими участниками рабочей группы. Обсуждали вот эти поправки, тот смысл, который был в них заложен, ну и, соответственно, определенные мысли, соображения редакции вносились, в дальнейшем дорабатывались на рабочей группе. Совет Федеральной Палаты в конце прошлого года создал новую рабочую группу, уже которая рассмотрела уже вот второй вариант с учетом тех поправок, мнений, дополнений, которые поступили. В результате от ряда все-таки спорных моментов мы отказались, совет утвердил уже рабочую группу, по предложению рабочей группы, в том числе в результате на самом деле длительных дебатов мы отказались. И вот в том виде, в котором сегодня сформулировано, проект изменения и дополнений в кодекс был утвержден Советом Федеральной Палаты. Кроме того, как Юрий Сергеевич уже сказал, четыре поправки вынесены на отдельные голосования, как наиболее значимые, как те, по которым существуют, возможно, другие точки зрения. Вот, наверное, Олег Владимирович. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Мы с Михаилом Николаевичем определились немного передавать друг другу слово, чтобы сильно не надоедать одним голосом. Уважаемые коллеги, у меня в рабочем кабинете лежит порядка 30 различных вариантов поправок к кодексу профессиональной этики адвоката. Вот, разными стопками. И это в какой-то степени отражает работу Совета Федеральной Палаты и рабочих групп над проектом. Сам я обсуждал эти поправки и в адвокатской палате Воронежской области. Я не считаю сейчас многочисленные заседания в составе рабочей группы, в учет различных поступивших предложений. Но сейчас немножко не об этом. Мне надо сказать несколько слов по поводу тех позиций, которые рабочими группами и Советом Федеральной Палаты адвокатов не были приняты. И, в частности, многие смотрели вчерашнюю прессу, многие знают о позиции, которая характеризует поправки в кодекс профессиональной этики. Я позволю себе процитировать, как создание атмосферы страха, чиновного подчинения, уничтожения любых, коллеги, любых проявлений корпоративной самостоятельности и солидарности. Ну вот, собственно, оправдываться, наверное, никто не собирается. Но, знаете, для таких оценок наших технических рабочих моментов нужна какая-то совершенно особая уникальная одухотворенность. И у авторов таких оценок должно быть совершенно четкое понимание того, что вот этот страх, чиновное подчинение, уничтожение любых проявлений самостоятельности в адвокатуре, это, в общем-то, не то, чтобы, ну, некий запрет на диалог, это полное прекращение каких-то обсуждений подобных позиций. И я вчера говорил на заседании Совета о том, что здесь мы наблюдаем переход от навешивания ярлыков уже к откровенной демонизации разработчиков кодекса профессиональной этики. А это, ну, это, вы знаете, это очень нехорошо. Наверное, мы перестаем быть коллегами просто после этого. При этом, уважаемые коллеги, рабочие группы не приняли и еще одну декларируемую позицию о том, что кодекс профессиональной этики, в частности, поправки, каким-то образом уничтожают общегражданские права, свободы адвокатов. Дело в том, что в адвокатуре давно сложилась позиция о том, что кодекс профессиональной этики – это некая система ограничений, самоограничений, предписаний, обязательных правил поведения. И в этом смысле действительно имеет место ограничения в сравнении с общегражданскими свободами. Просто гражданин может говорить о чем угодно у адвоката адвокатской тайны. Просто гражданин может распространять любую информацию о другом гражданине, если она соответствует действительности, но не о своем доверителе. Это наши запреты, это наши табу, и мы им должны следовать всегда. Соответственно, и отношение к предложениям рассматривать кодекс профэтики как нечто исключающее любые варианты запретов или предписаний, конечно же, у нас нет оснований и не может быть. Это наши корпоративные правила. При этом, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать о том, что взвешенные поправки, взвешенные предложения, они в обязательном порядке были предметом рассмотрения рабочих групп и впоследствии Совета Федеральной Палаты Адвокатов. В частности, концентрированные позиции Московской городской палаты адвокатов были учтены. Я не буду здесь выражать свое личное мнение, потому что не такая у меня задача, но они были учтены, повлияли на существенное изменение формулировок поправок или вообще на их снятие. В некоторых случаях в рабочих группах приходили к вниманию, что корпорация пока не готова сформировать по тому или иному вопросу единое мнение. И это было отношение к взвешенным поправкам, которые не противопоставляли интересы отдельных групп. Интересам адвокатуры, интересам корпорации. Да, спасибо. Коллеги, я, наверное, здесь добавлю, что вот это обращение, о котором говорил Олег Владимирович, о том, что недостаточно обсуждалось, знаете, это как я могу, например, по своей палате сказать. Мы действительно провели обсуждение с приглашением всех желающих, но тем не менее, вот это обращение, которое сейчас в интернете распространено, там есть подписанты от нашей палаты. Я могу честно сказать, да, я не приезжал к ним домой и не предлагал обсудить вот с каждым эти поправки. Но то, что мы подключили ВКС, по ВКС всех желающим, заранее объявленным обсуждением на сайте, это было, поэтому, на мой взгляд, это то, что Конституционный суд назвал безответственной требовательностью. Очень хочется сидеть, говорит, а почему, а что, а отмените, а не обсуждайте это без меня, потому что мне не принесли. Но хотя бы на собственном сайте, на сайте ФПА можно получать эту информацию и участвовать в обсуждении, которое, как Евгений Васильевич однажды сказал на одном из последних советов, по-моему, так широко эти поправки не обсуждались никогда, как эти поправки. Спасибо, коллеги. Давайте, может быть, уже вступительную часть завершим, и есть предложение перейти к голосованию. Так. Давайте предоставим Дмитрию Николаевичу возможность перед тем, как перейти к голосованию выступить, и потом начнем голосовать. Нет, да, пожалуйста. Спасибо. Я как раз, по всей видимости, являюсь представителем вот той группы Юрия Сергеевича. Я не знаю, кто тут навешивает ярлыки и все такое, но агрессивно-непослушное меньшинство – это что-то новенькое. Я слышал такое выражение «агрессивно-послушное большинство» на Первом съезде народных депутатов. По-моему, Юрию Николаевичу Афанасьеву оно принадлежит. Но сейчас новая такая тенденция переиначивания – агрессивно-непослушное меньшинство. Так вот, сейчас у меня есть обращение, под которым подписались уже 550 человек. Юрий Сергеевич, Вы говорили о том, что 38 палат участвовали в голосовании. Это даже в обсуждении Кодекса профессиональной этики, инноваций. Это даже не большинство. Вы говорили о 500 участников этого обсуждения. Это капля в море, это полпроцента от всех адвокатов. Так вот, я даже не знаю, каким образом эти 500 человек отреагировали. Может быть, половина против. Если, например, учитывать нашу палату, мы единогласно высказались против многих поправок. А вот это обращение, которое Вы охарактеризовали вчера в качестве обращения на подобие демократии Республики Шкид, подписало как 550 адвокатов. И вовсе незачем читать Эриха Фрома, для того, чтобы понимать, что вообще меньшинство непослушное, оно ценнее, чем агрессивно послушное большинство. Ну, так в истории. И вообще мне вот эти беспризорники шкидовские, Костанов, Ривкин, Сучков, Москаленко, они очень симпатичные. Я среди них себя находить рад. Теперь по делу, по самому делу. Я сейчас выступаю и по поручению своей собственной палаты, и по поручению вот этой группы шкидовской беспризорников. 550 человек, несколько человек и назвал. Мы просим снять с рассмотрения поправки кодекса профессиональной этики. Почему? Потому что, действительно, я думаю, что две недели, когда в окончательном виде адвокатское сообщество их увидело, это недостаточный срок для того, чтобы их обсудить детально, хорошо и принять взвешенные нормальные решения. Потому что, когда вы говорите о том, что были учтены замечания адвокатских палат, как субъектов, это не так. Мы многократно от адвокатской палаты Удмуртской Республики обращались письменно. Я никакого ответа, ни одного не увидел и ни одной реакции. Я думаю, что таким же образом вы отвечали и другим адвокатам. Ко всему было сразу заявлено, что не будут приниматься в работу никакие предложения по совершенствованию кодекса, которые не шли бы от адвокатских палат. Это, наверное, тоже не совсем правильно, особенно, когда нам дается две недели на окончательное решение вопросов. Поэтому я просил бы снять, выполняя это поручение с рассмотрения, эти поправки. И в любом случае, я предполагаю, что это не будет сделано, голосовать по статейной, и не только по тем позициям, по тем новеллам, которые специально были розданы. Я сначала было порадовался, увидел, что, например, под пункт 4 пункта 2 статьи 15 исчез из основной таблицы. Нет, оказалось, он просто в отдельное голосование. Это об дисциплинарной ответственности за вмешательство во внутренние дела других палат и других адвокатских образований. Мы не понимаем, что такое внутренние дела. Мы не понимаем, как это соотносится с корпоративной природой адвокатуры. Мы не понимаем, каким образом должен адвокат, будучи гражданином, не реагировать на факты преступления. Мы не понимаем, почему нам навязываются фактически законы полумафиозного мира. Поэтому для нас это совершенно неприемлемо. И я думаю, что таких адвокатов, по сути, большинство. Но Федеральная палата монтирует своей обязанностью проверить вообще, так сказать, общую температуру по Федеральной палате и посмотреть, какое мнение у адвокатов. Я напоминаю о том, что состоялось пока предварительно по первой инстанции решение хомомического суда. Я его оцениваю как позитивное для истцов. Я говорю об оспаривании резолюции 3.19 и резолюции предыдущего съезда. Так вот, там написано четко, по-русски, я процитирую, оспариваемое решение не содержит запретов, обязательных к исполнению адвокатами. Это фактически наш выигрыш в процессе. Мы еще подточим это решение, безусловно, мы его подточим. Но сейчас, когда 15-я статья изменяется таким образом, что это уже в кодекс входит, а логика суда была такая, ну это же не в кодексе, ну это пожелание. Идите спокойно, делайте свои дела, ребята, так сказать, жалуйтесь на правонарушение преступления, ничего страшного не произошло, но теперь оно произойдет. Теперь 15-я статья будет изменена таким образом, что это будет нормативный запрет на обращение в госорганы с требованием, например, уголовно-профессиональной оценки каких-то действий лиц, которые совершают правонарушение. Поэтому, возвращаясь к основной теме, уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые коллеги, вот сказано было, что этот съезд, он проходит под лозунгом свободной независимости адвокатуры как таковой. Я знаю, что вам скажу, вот не существует никакой свободной независимой адвокатуры без свободных и независимых адвокатов. Это ерунда полная. Вот когда мы лишаем наших адвокатов прав и гражданских свобод гражданина Российской Федерации, это катастрофа и для самой корпорации. Я в этом глубоко уверен. Еще хотелось бы потребовать, я так категорически выражаю свою мысль, поскольку меня уполномочили именно на это, чтобы голосование по поправкам было не просто постатейное, но и поименное. И кроме тех четырех поправок, о которых я говорил, первое, оно уже выделено в отдельное голосование, это введение дисциплинарной ответственности за вмешательство адвоката во внутренние дела другой палаты под угрозой ответственности. Плюс ко всему обязательно настаиваю на голосование конкретное за введение дисциплинарной ответственности лишь за один факт обращения адвоката в любой государственный орган, в том числе в суд, в орган местного самоправления с жалобой на другого адвоката. Это также противоречит закону. Это пункт 4, статья 15 изменяется. Плюс, безусловно, нуждается в отдельном голосовании установление в кодексе незаконного и несоответствующего нормам нравственности запрета на порицание адвокатом любых противоправных и преступных действий. Что вы из нас в бандитскую какую-то группу-то делаете? Почему я должен слушаться и, например, не осудить где-то господина Чикатило? Я буду его осуждать, и вора я буду осуждать, даже если он в адвокатской среде. Никто меня заставит думать по-другому. Может, паркулатура коллектив? Может быть, может быть, но пока рано, я думаю, пока еще не исчерпал способы. Вот, а может быть, а может быть, может быть, вам в какое-то банформирование перейти? По-моему, уже регламенты исчерпал. Он нас назвал мафиозной группировкой. Сказал, уважаемая, на самом деле, словами демонстрирует не то, что не по уважению, а презрение к присутствующим здесь, полагая, что мы заговорщики против интереса в российской адвокатуре. Ну что, надо слушать эту ахинею до конца. Можно мне продолжить? Не надо продолжать. Уже закончилось. Коллеги, я предлагаю обменить выступление. Мне мешает немножко. Семь минут закончились, Дмитрий Николаевич. Мне буквально 30 секунд, с вашего слова. 30 секунд, дайте 30 секунд. У меня, коллеги, у меня такое предложение, Дмитрий Николаевич. У меня... Дмитрий Николаевич, секундочку, но послушайте. Я просто вас прошу конкретно, конкретно по поправкам. И особенно возмутительная поправка, это в отношении того, что адвокатов будут лишать со второго раза доступ к профессии на срок аж до 7 лет. Нет, ни одной нормы уголовного права не существует. Ну, хулиганьте дальше. Я думал, Булата нет, будет полегче. Ладно, ничего страшного. Нет ни одной нормы уголовного права, которая бы такое наказание предусматривала. 30 секунд, секунду. Поэтому я прошу вас. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Благодарю вас. Коллеги, перед тем, как перейти к процедурам голосования, есть ли еще желающие в зале по этому поводу высказаться, какие отсуждения? Юрий Сергеевич, мне хотелось бы несколько слов сказать. Да, Генрия Марковича, и тогда будем голосовать по способу голосования. Я вот так и сказал, да? Пожалуйста. Ну, я полагаю, что нам уважительно надо относиться к выступлениям любых членов съезда. Как бы к ним... Евгений Васильевич, ну дайте мне, сын, договорить. Действительно, внесение поправок. Не всех поправок, потому что предложение вообще снять с рассмотрения и не вносить поправки, большинство из которых просто кодекс профессиональной этики приводит в соответствие с законом. Поэтому я хотел, в общем, услышать от Дмитрия Николаевича все-таки конкретное возражение в отношении нескольких поправок. Таких я изучил. Вот это обращение, которое подписано несколькими сотнями адвокатов, кстати. Среди них, между прочим, уважаемая корпорация, наши коллеги. Но я, увы, вот этого не услышал. По этой причине я хочу сейчас сказать, что да, по ряду поправок у нас проходили очень долгие дискуссии. Отрабатывались формулировки. И что, что сейчас выносится, это результат вообще абсолютно демократического подхода. Потому что четыре поправки, по которым у нас нет консенсуса, не было консенсуса в рабочей группе, абсолютно правильно принято решение вынести на отдельное голосование. Что касается вот тех поправок, которые оспариваются вот в этой резолюции, которая принята и подписана, то я вообще должен все-таки сказать, что ну так же нельзя игнорировать некоторые базовые основы профессии. Ну, право, не обижайте, Дмитрий Николаевич, но вот сейчас сказали. Это как же так? Это запрещается? Да я буду порицать преступные действия, которые я считаю абсолютно невозможными. Я цитирую текст. Адвокату следует воздерживаться от публичного, не связанного с участием в судопроизводстве, порицания, внимание, подозреваемых и обвиняемых лиц. Это же каким же образом интересно? Подозреваемых и обвиняемых приравнивают к преступникам и начинают порицать. Вот как правильно было сказано, рядовой гражданин это может делать. Даже журналисты не связаны презумпцией невиновности. Но мы-то, адвокаты, как можно в резолюцию подписывать, сотни адвокатов подписали, приравнивая, фактически игнорируя презумпцию невиновности. Еще одно. Ну, еще одно. Говорится так, что вообще отлучение от профессии... Подожди, ну подожди. Жень, Жень, ну дай же мне... Ну я же старше, ну я старше, ну дай мне договорить. Мне две минуты. Минуточку, что ты мне слово рисуешь. Второй момент. Нашел. Это, кстати, вот эти поправки внесены как раз в консенсусное голосование. Надеюсь, я... Не нужно мне подробно говорить, что презумпции невиновности должны соблюдать адвокаты. И второй момент. Обрушились? Как так? При повторном, при повторном прекращении статуса от пяти до семи лет предлагают. Я могу вам сказать, как было обсуждение. В начале фигурировала цифра абсолютно определенная. Пять лет. Но есть базовая основа установления ответственности. Когда предлагается абсолютно определенная норма, она обязательно должна подкрепляться с какими-то условиями и обстоятельствами. И поэтому, естественно, вполне относительно определенная санкция. Семь лет много. Между прочим, посмотрите, пожалуйста, каким образом вообще отлучаются от профессии в Германии, в Латвии, в Испании. Там может быть просто отлучение без какого-либо права восстановления. Но там есть еще. Почему? Там есть норма, которая у нас отсутствует. Какого плана? Там есть временное отлучение от профессии. На пять лет оно. А потом, после того, как возвращается второй раз, его уже отлучают на полный срок. Скажите, пожалуйста, вот невежественным можно быть до такой степени, либо, если это не невежество, в таком случае это какая-то злонамеренная акция, которая оспаривает некоторые моменты, которые должны быть известны просвещенным адвокатам. Я говорю сейчас только о консенсусе, потому что отдельные поправки мы будем обсуждать. За каждое надо будет голосовать. Заранее могу вам сказать. У меня нет положительного мнения о трех поправках с четырех. Георгий Макрич, все замечательно. Спасибо большое. Коллеги, если нет больше желающих выступить, я бы хотел на самом деле поставить вопрос о порядке голосования. У Совета было предложение. И у вас в раздаточных материалах все это есть. Есть таблица поправок, которую мы хотели бы проголосовать таблицей. И есть четыре отдельные поправки, которые мы хотели бы проголосовать по отдельности, без всякого там поименного, обычным голосованием, как это и предусмотрено нашим регламентом. Кто вот именно за это предложение Совета прошу голосовать, поднимите, коллеги, свои мандаты. Ну, я вижу, что большинство на самом деле. Спасибо. Теперь давайте выясним, кто против. Один против. Спасибо. Кто воздержался? Таких больше нет. Принято большинством голосов. Теперь, коллеги, вопрос состоит в том, мы будем сначала отдельной поправкой, либо сначала таблицу проголосуем, а потом отдельной. Таблица. Тогда, уважаемые коллеги, таблица тоже у вас есть, о ней все сказано. Я не хотел бы... Вы знаете, вот, конечно, когда слушаешь Дмитрия Николаевича или считаешь... А, да. Кто за предложение Дмитрия Николаевича голосовать поименно и по статейно и так далее? Я уже не помню, что... Ну, вы слышали, что он предлагал. Я предлагал, Юрий Сергеевич, снять, но можно снять. Да, снять? Да. Коллеги, кто за то, чтобы снять голосование кодекс? Один человек, спасибо большое. Коллеги, кто за то, чтобы голосовать за кодекс по статейно и поименно? Я, правда, не очень понимаю, как это, но, тем не менее, кто это поддерживает? Спасибо. Два человека, спасибо. Что еще было? Было еще какое-то предложение? Поименно, кто за поименно голосовать? А теперь за поименно. Давайте уж проголосуем. Я не знаю, как это, но поименно. Кто за то, чтобы поименно голосовать? Один человек, спасибо. Спасибо. Да. Теперь коллеги о таблице. На самом деле, вы понимаете, не только у Генри Марковича Резника есть возможность ответить на эти инвективы, которые содержатся в этом обращении. Мне, к большому сожалению, на самом деле, ну, как бы жаль вот этих 500 человек, которые, по всей видимости, от... Подождите, 500 человек, которые, скорее всего, не сведущи в том, что они подписывали. Потому что я же понимаю, что последние две недели происходила мобилизация вот этого агрессивного непослушного большинства, обзвоны, перезвоны, письма на интернет и так далее. За две недели набрали 500 человек. Конечно, там есть коллеги, которые совершенно осознанно переворачивают факты, ставят ситуацию совершенно очевидную с ног на голову, и бог им судья, то, что называется. Наверное, Дмитрий Николаевич тоже к ним относится. Все, что там написано, имеет ответы, на самом деле. Вот Генри Маркович часть этих ответов дал, но я не хотел бы занимать ваше время, потому что эти проблемы были проговорены за прошедшие полтора года 15, 20, 30, 40 раз, понимаете. И, конечно, очень любопытно наблюдать, как Дмитрий Николаевич и некоторые его коллеги бросились на цифру 500. Понятно, почему цифра 500 прозвучала, потому что это я сказал, что лично я, лично я разговаривал как минимум с 500 парами глаз, когда обсуждал кодекс профессиональной этики. Но дело в том, что кодекс-то принимаю не я, а кодекс принимает съезд. Вы, коллеги, сидящие здесь, и каждый из вас разговаривал со своими десятками, сотнями, тысячами людей. Поэтому, на самом деле, не надо стесняться представлять интересы наших коллеги и адвокатов. Поэтому эти 500 или 550 считалка совершенно неверная. Вы, в общем-то, не в ту сторону пошли. Поэтому давайте вернемся к голосованию. Таблица голосования у вас у всех есть в раздаточном материале, поэтому ставим сейчас на голосование, кто за то, чтобы поддержать поправки в кодекс профессиональной этики, содержащиеся в таблице. Внести в кодекс профессиональной этики. Кто за, прошу поднять мандат. Понятно, спасибо. Спасибо. Коллеги, кто против? Один. Кто воздержался? Один. Спасибо. Будем считать, что поправки, содержащиеся в таблице, проголосованы большинством съезда, одобрены и включаются в кодекс профессиональной этики. Теперь дальнейшее голосование по отдельным положениям. Первое предложение отдельное. Это статья 9. Я прошу вывести ее на экран. Я прошу вывести ее на экран, чтобы мне не пришлось ее читать, хотя большого труда в этом тоже нет. Большого труда в этом тоже нет. Но вы видите, что написано на экране. Здесь сказано так, в целях предупреждения, ну и так далее по тексту. Вы все видите, да, уважаемые коллеги? Да, вы видите. Будем голосовать? Нет, Юрий Сергеевич, извините. Я полагаю, дорогие коллеги, голосовать за вот эти поправки отдельные, они вынесены по той причине, что в нашей рабочей группе, ну она менялась, и на последнем этапе она там расширялась, консенсуса не было. И поэтому я просил бы вас в данном случае как раз послушать те аргументы, которые, ну может кто-то кроме меня захочет высказать. Я могу вам сказать, поправка эта, в общем, не прорабатывалась на рабочих группах. Она была внесена в последний момент очень уважаемым членом нашего сообщества, президентом одной из палат региональных. И почему она поставлена на голосование? Юрий Сергеевич, конечно, здесь прав. Потому что она была поддержана, ну не помню, каким-то количеством, то ли 10, то ли 15 президентов, якобы какими-то определенными, то ли созвонами, то ли другая коммуникация. Почему я возражаю против принятия этой поправки? Ну, внимательно смотрите, она же высказана. Что у нас происходит? Дело в том, что это избыточная абсолютно норма, которая вносится фактически не имея, как мне представляется, вообще какого-то позитивного наполнения. Давайте представим себе, что мешает сейчас президентам палат, если появляются какие-то сведения о каком-то члене региональной палаты, вот, ну, в общем-то, близок к совершению дисциплинарного проступка. Либо, ну, что-то такое непонятное, то ли тут есть, то ли нет, ничего не мешает. мой 12-летний опыт говорит о том, редкие были случаи, но я приглашал адвоката, в том числе, там, парочка известных была, которым делал внушение. Что у нас получается? Мы формализуем, и получается так, что в кодексе у нас будет теперь помимо замечания, помимо предупреждения, да, ну, я оставляю, конечно, прекращение статуса адвоката, еще и вот это вот предупреждение, да? Да. Это формализуется. Геннер Маккевич. Это мера, это мера воздействия. Геннер Маккевич, давайте регламент все-таки будем учитывать. Давайте, минуточку, буквально, минуточку. Юрий Сергеевич, речь идет. Во-первых, эту поправку предложил не только один из наших коллег-клезидентов, а в целом совета области Санкт-Петербурга. Минуточку, минуточку, подождите, предлагают у нас извините мне не совета, я сейчас не говорю от имени совета нашего. Геннер Маккевич, ну у меня тоже есть реплика по поводу вашего рассказывания. Нет, а вы реплику, Юрий Сергеевич. Мы же услышали о том, что вы возражаете, может быть другие коллеги еще скажут? Нет, я хочу сказать буквально 30 секунд. Смотрите, что получается у нас. Это совершенно другая возможность. Получается то, я хочу донести до вас просто, это не судьбоносная поправка. Но понимаете, что такое-то мера воздействия? И у адвоката появляется право ее обжаловать. Спасибо. Задумайтесь над этим. Зачем нам нужно формализовать то, что может быть осуществлено без всякой формализации? Регламент, регламент. Член Президиума, давайте вы будете соблюдать регламент. Сейчас у нас есть несколько коллег, которые захотели по этому поводу высказаться. Дайте мне вначале сказать по поводу вот этой спекуляции. Уже мне извините, Геннер Маккевич, но я буду вещи называть тоже своими именами. Спекуляция по поводу того, что эта поправка не была предметом рассмотрения рабочей группы. Я не очень понимаю смысл вообще этого упоминания, потому что вообще-то нигде не сказано, что поправка должна обязательно пройти рабочую группу, и только пройдя рабочую группу, она может рассматриваться на съезде и так далее. Сегодня вам рассказывали коллеги, что у нас по результатам вообще-то в процессе работы над поправками было две рабочие группы. И вторая рабочая, вы были и в первой, и во второй, Геннерий Маркович, рабочей группе. И вторая рабочая группа, состоящая в основном из 12 вице-президентов, обсуждала абсолютно все, в том числе и эту поправку. Поэтому лишний раз упоминать о том, что она не была предметом рассмотрения рабочей группы, не имеет никакого процессуального смысла. Это вообще нет никакого смысла. Последняя группа рассматривала, всего было четыре группы. Нет, Геннер Иванович, было две на самом деле, извините, я тут, честно говоря, эту материю знаю немножко лучше. Было две рабочие группы. И последняя, вторая, состоящая из 12 человек, членом которой вы тоже были, а не только и первой, рассматривала эту поправку в том числе. И вы по этому поводу высказывали там свои суждения. Поэтому я вам об этом напоминаю. Вот я бы просил мотивы ваши понятны, а спекулировать в дальнейшем о том, что какая-то поправка не была предметом рассмотрения рабочей группы, но оно как-то умаляет деловую репутацию всех участников этой дискуссии, Геннер Иванович. Давайте будем другого уважать. Не умоляюсь. Да, пожалуйста, Олег Вадимович. Уважаемые коллеги, я постараюсь кратко, потому что... Микрофон, микрофон, пожалуйста. У меня небольшое моральное право есть по этому поводу высказаться, потому что это часть моего доклада, который был немножко рано свернут. Уважаемые коллеги, я четыре раза участвовал в оживленных дискуссиях по поводу этого самого предостережения. Поэтому могу лично подтвердить, что обсуждалась поправка достаточно активно и достаточно долго. Уважаемые коллеги, это не мера дисциплинарной ответственности. Это совсем не мера дисциплинарной ответственности. Это превентивное, предупредительное, формализованное обращение. На заседаниях рабочей группы мы неоднократно говорили о сфере применения, когда неформальные способы общения не помогают. А такое бывает. Я приводил примеры в визитке, написанное адвокат, полковник Министерства внутренних дел. Или адвокат сохраняет статус директора общества с ограниченной ответственностью. Надо официально предупредить. Почему это плохо? Я не знаю, почему это плохо. Говорят, это похоже на формы прокурорского реагирования. Уважаемые коллеги, мало ли что похоже. Что на что похоже, это вообще не юридический подход. Я приводил такой пример. Мы знаем, что соучастие в уголовном праве, формы, виды, наверное, это нехорошо, плохо. А есть соучастие в процессе. Просто соисцы, просто соответчики. При этом, уважаемые коллеги, форма предостережения используется в законе, не только в законе о прокуратуре. Это антимонопольное регулирование, это другие вопросы. А когда предупреждение, еще чаще используется. Поэтому, уважаемые коллеги, да, есть еще один аргумент. Я читал такую мысль, что для своих будет предостережение, для всех остальных дисциплинарная ответственность в виде предупреждения. Коллеги, это вообще глупо, можно не обсуждать. Поэтому, уважаемые коллеги, я эту поправку поддерживаю. Она ничего негативного в себе не содержит. Это просто формализованная, формализованная мера оперативного реагирования. Да, коллеги, поступило предложение голосовать. Поэтому давайте, коллеги, будем голосовать. Кто за то, чтобы поддержать включение в кодекс профессиональной этики статью 9 в редакции, которая находится у вас перед глазами и была в таблице. Прошу поднять мандаты. Надо посчитать очень внимательно, на самом деле. Ну, я вижу, что большинство... Да, давайте отпустим мандаты. Спасибо большое. Кто против? Прошу поднять мандат. Да, центральный сектор. Четыре, пять, пять, да? Пять, пять. Тогда вы сумеете, сколько человек было против всего? Шесть. Шесть человек против. Таким образом, поправка считается... А кто раздержался? Да, коллеги, спасибо. Один воздержался. Два воздержало. Нет, четыре. Давайте считайте, не я буду считать. А сколько воздержалось? Коллеги, объявите, пожалуйста, результаты голосования. Ирина Ивановна, давайте я секундочку еще подожду и давайте объявим результаты голосования. Надо в микрофон как-то, я не знаю, давайте я вам дам микрофон. Проголосовало восемь человек, воздержалось четверо. Итого тогда из семидесяти восьми депутатов? Шестьдесят шесть. Шестьдесят шесть человек проголосовало за. Спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. Итак, следующая поправка, попрошу вывести ее на отдельное голосование, на экран. Речь идет о пункте четвертом, статье пятнадцатой действующей редакции. Речь идет о следующем. Адвокат не должен, прочитаю, вмешиваться во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом которых он не является, за исключением участия в реализации полномочий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты субъектов Российской Федерации и их органов, а также призывать к вмешательству в указанные дела органы государственной власти или органы адвокатского самоуправления. Поправка понятна? Скажите, коллеги, нужно мне в поддержку, в поддержку или нет? Коллеги, я предлагаю голосовать. Да, под пункт четвертой статьи второго. Ну, да, уточним. Кто за эту поправку, прошу поднять мандаты. Спасибо. Опустите. Кто против, коллеги? Один, два. Спасибо. Кто воздержался? Один, два. Два человека. Спасибо, уважаемые коллеги. Решение принято. Ирина Ивановна, какое количество еще раз огласите? 74. 74 за, два против, два воздержались. Спасибо. Итак, следующую поправку, о которой мы планировали с вами голосовать отдельно, выведите, пожалуйста, на экран. Это Михаил Николаевич. Может быть, вы выскажетесь, или Олег Владимирович, потому что мне бы хотелось, если будут какого-то либо пояснения нужны по этой поправке, то чтобы вы их, может быть, предоставили. Уважаемые коллеги, ну, речь идет о сроках дисциплинарного преследования. У нас здесь альтернативное, кстати, голосование. Давайте особенно обратим внимание на это обстоятельство. Здесь нет возможности только один, ну, в общем-то, либо надо выбрать, да, либо один вариант, либо второй. И, наверное, было бы правильным, перед тем, как мы будем голосовать, все-таки хотя бы два слова буквально сказать, в чем особенности первого и второго варианта, и чем это продиктовано. Ну, недолго, если можно, пожалуйста, коллеги. Речь идет только о шестимесячном сроке и вопросе его пресекательности, то есть невозможности за его пределами привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности. Вопреки поверхностному, на мой взгляд, мнению, что это репрессивные меры, на самом деле адвокатские палаты знают об этих сроках гораздо лучше самих адвокатов. И поэтому в ситуации, когда необходимо отложить, необходимо получить новую информацию, вот у нас последний день адвокат, которому грозило прекращение статуса, у нее просто мама умерла, она говорит, отложить, и мы говорим, нет, мы эти сроки не пропустим. Поэтому это важно прежде всего для защиты адвокатов, чтобы они могли, например, обжаловать частные постановления, послужившие основанием. Поэтому у нас два варианта, каким мы можем образом это исправить. Во-первых, первый вариант, вообще отказаться от пресекательности шестимесячного срока, ну, как это, например, в процессуальных или в уголовном кодексе и так далее. Есть срок двухлетней привлечения дисциплинарной ответственности с момента совершения. Все. Тогда это снимает все вопросы, которые, с какого момента начинает течь шестимесячный срок, в каких случаях приостанавливаться, что тоже требует пояснения. Потому что, допустим, в связи с болезнью откладываем мы не на время болезни, а совет или квалиф-комиссия откладывает на месяц. В некоторых палатах на два, а есть даже там, где всего четыре комиссии за год проходят. Вот. Поэтому, либо шестимесячный срок мы вообще отказываемся, первый вариант, который предложен, или второй вариант, ввести процедуру приостановления течения срока вот этого шестимесячного, когда комиссия или совет по причинам, признанным ими уважительным, выносится отдельное специальное решение, что рассмотрение откладывается с приостановлением срока по таким-то причинам. Вот смысл, который... Он пришел к нам из трудового права. Вертикальная ответственность. Когда работнику надо предоставить особые социальные гарантии, во-первых, и во-вторых, его нельзя держать на коротком поводке. Наш кодекс профэтики – это аналог состязательного процесса, где надо обеспечить баланс интересов. Нельзя по-другому. Поэтому шестимесячный срок, как пережиток, пришедший к нам из трудового права, он, в общем-то, в этой ситуации уже не работает. Более того, представьте себе любой суд, который скажет, я пропустил сроки рассмотрения, последовательные по этапам, и поэтому давайте прекратим дисциплинарное производство. При остановлении – это альтернативный вариант. Не надо микрофона. Уважаемые коллеги, чьих интересов нерадивых эволюционных комиссий и советов по лакции... Вы хотите отказаться от шестимесячного срока? Если не развернулись, не успели привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности, и слава Богу, что вы за этим шестимесячным сроком меньше привлечённых к дисциплинарной ответственности, работайте в конце концов, а не спите категорически против исключения этого шестимесячного срока. Игорь Васильевич, снимите обороты эмоциональности. Разрешите. Только у вас есть, больше ни у кого такой оборот. Юрий Сергеевич. Конечно, конечно. Выходите тогда, пожалуйста, сюда. Нет, спасибо. Отдайте микрофон, пожалуйста, Виктору Степановичу. Ну, вы говорите, Виктору Степановичу пока. Коллеги, коллеги, в данном случае я солидарен с Игорем Властемировичем. Дело в том, что при установлении любой ответственности должен быть процессуальный срок. Любой. Посмотрите, у судей при привлечении их к ответственности, судей дисциплинарных, шестимесячный срок. Дело в том, что нам, отменяя шестимесячный срок, мы оказываемся более репрессивными по отношению к своим товарищам, чем судьи. Простой ответ на этот вопрос. Относительно приостановления срока. Ну, это более приемлемо. Но, с другой стороны, получается вот что. Что можно подвесить неизвестно на какой период времени адвоката. Потому что это никак, собственно, здесь не регулировано. Поэтому, если выбирать между двумя этими сроками, а правильно это вынесено, как раз именно два варианта, потому что мы в данном случае разошлись, члены рабочей группы. Во всяком случае, если выбирать между этими вариантами, то ликвидация процессуального срока, она просто-напросто будет юридически абсолютно необоснованной. Спасибо, Геннадий Маркович. Я хотел бы сказать несколько слов, потому что приходится как раз в этой части много заниматься. Вообще, пресекательный срок, он необходимо его убрать. А убрать почему? Это в интересах, конечно, адвоката. Конечно, адвоката. Чтобы разобраться, не торопиться, не спешить. В чем-то его обвинить. В каких-то действиях. Это позволяет нам, товарищам, мы же товарищи все, мы коллеги. И поэтому, если мы оставляем пресекательный срок, то мы бегом, бежим, запинаемся, падаем и делаем ошибки. А здесь никаких ошибок. А если он добросовестный и честный, что делает адвокат добросовестный? Он приходит в квалификационную комиссию, приносит объяснение. Правильно? Правильно. А если он недобросовестный, что он делает? Он тянет время. Да, он в отпуске. Можно? Поэтому, конечно, пресекательный срок, он необходим в целях именно адвокатских наших. Спасибо, точка зрения понятна. Работают? Работают адвокаты, поэтому я предлагаю только убрать песекательный срок. Без микрофона нельзя. Сейчас Александр Иванович скажет, потом вам микрофон дадут, и вы обязательно скажете. Уважаемые коллеги, ну, наверное, не знаю, все, не все сталкивались с тем, когда суды отменяли решение наших советов о прекращении статуса в связи с тем, что мы якобы жестко наказали. То есть наказание не соответствует содеянному и так далее, и так далее, да? Конечно, у нас есть норма в кодексе, согласно которой суды только процедуру должны проверять. Но давайте все-таки розовые очки снимем на сегодня, по крайней мере, да? И будем понимать, что суды будут оценивать все, и процедуру, и обоснованность избрания, меры наказания, да? И вот когда суды отменяют меру наказания в виде прекращения статуса, но своим решением не устанавливать, что он что-то не совершил, да, он совершил, но вот наказали, слишком тяжко избрали наказание, да? Понимаете, а когда, по идее, дело должно быть пересмотрено в Совете Палаты, да, и избрано другое наказание. Короче, если можно, мы... Да, короче, да, заканчиваем. Вы за что? Но 6 месяцев истекает, и все, понимаете? Человек остается вообще безнаказанный, понимаете, да? Потому что у нас что, есть 6 месяцев, зачем они нужны, эти 6 месяцев? Я лишь не отказался сегодня, не услышал. Александр Ильич, вы за что, за то, чтобы... Отменить 6 месяцев? Спасибо, спасибо. Все. Коллега из Томска хотел что-то сказать, и на этом... Две позиции высказаны. Всем понятно. Да, давайте будем голосовать. Ну скажите, пожалуйста, да. 20 секунд. Давайте. Дело в том, что я последние 6 лет представляю Палату в спорах с адвокатами. Вот. Ну вы не единственный здесь, кто этим занимается. Спасибо. Вот, например, меня... Я проголосую за один из вариантов, но... Период нахождения адвоката в отпуске. Нет адвокатов отпусков. Дело в том, что это мы давно знаем, это текст, действующий на сегодняшний день, и он подразумевает отдых, на самом деле. Коллега... Сергей Степанович, простите. Простите. Да, давайте мы будем голосовать. Я попробую правильно сформулировать сейчас очень точно, чтобы нам не ошибиться. При первом голосовании мы будем голосовать за то, чтобы просто вычеркнуть вот то, что сверху написано, то есть ликвидировать 6-месячный срок. Просто ликвидируем, и все, и тогда остается 2 года, да? Мы это понимаем. А если этот вариант не наберет... Ну вы бы, наверное, оба варианта голосовать. Если он не наберет большинство, то, наверное, будет второй вариант. Это приостановление, введение института приостановления. Ну вот так понятно. То есть сохраняется 6-месячный срок, но при этом вводится приостановление. Поэтому, коллеги, ну в порядке, естественно, очередности. А можно вернуть это обратно на... Ага, да, понятно. Давайте за первый вариант голосуем там, где мы вычеркиваем. Верните, пожалуйста, вот там пункт 5, мы это просто вычеркиваем. Кто за это предложение прошу голосовать? Посчитайте очень внимательно, потому что здесь голосование альтернативное, и очень важно не ошибиться. Это да, это 2 года. Это 2 года. Я за другое. 26. У меня 8. А Андреевич, а вы еще не будете отвечать за второй вариант, вам более понятен. Не, не, не. Коллеги, да, нет, будем голосовать, пока не установим волю съезда. Пока не установим волю съезда. В общем-то... Все понятно здесь, 2 года. Коллеги, давайте я еще раз объясню. Валерий Филиппович, подождите. Подождите, Валерий Филиппович, я вас очень прошу. Я вас очень... Ну давайте мы уже проголосуем эту поправку. Первое голосование за то, чтобы 6-месячный пресекательный срок ликвидировать и оставить 2 года. Вот о чем идет речь. И это зачеркивание 5-го пункта в статье 18. Еще раз, кто за это предложение? Прошу поднять мандаты. Поддержите, пожалуйста. Ну подержите только буквально несколько секунд, минут, пока вас пересчитают. Валерий Филиппович, заканчивайте. Ну правда. Вы были в рабочей группе, могли уточнить там. Теперь, наверное, надо голосовать, кто против этой поправки, естественным образом. Кто против установления двухлетнего срока для снятия ограничения в 6 месяцев для дисциплинарного преследования, как пересекательный. Я против. Да нет у нас 6-месячного срока в нашем... Коллеги, давайте адвокаты собрались. Собрались адвокаты. Я так понимаю, что альтернативное голосование мы еще пока не натренировали, не освоили. Будем еще раз. Коллеги, вот первый раз я просил поднять мандаты тех делегатов, которые поддерживают сокращение пресекательности удаления 6-месячного срока и сохранение всего лишь одного срока в двухлетних. Кандидата, Олег Дмитриевич, подерживайте. За это проголосовало 41 человек. Понятно. Вы кто против этого первого голосования? Кто против? Кто против? Считаем. Поднимите, подержите, пожалуйста. Юрий Сергеевич. Может быть, против первого, второго... Это против первого голосования? Орестник, у нас Семеняка не голосовал. Орестника не видел, не делегат. Семенея, за Евгения Васильевича. Я вас очень про все устали, дайте мне проголосить. Я вызываю печь убедил за обработку. Все. Какие результаты голосования? Таким образом, наверное, проходит первая поправка, но мы, наверное, не можем же проголосовать, не проголосовать вторую. А кто воздержался, кстати, коллеги, да? Кому не первое предложение, не нравится ни второе. Есть такие в зале? Да. То есть, я считаю, что на большинство может и пройти все равно поправку. Сколько у нас здесь? 78. 41. Прошло, 41. 41 уже за. 41. 41 уже, прошу. Коллеги, ну, прошла первая поправка, установление двухлетнего срока. Не-не-не, надо проголосовать, коллеги. Надо проголосовать и вторую. На нее смысла нет, Иван Захарович. Ну, много же умников, которые потом воспользуются тем, что не проголосовали. Я понимаю, кстати, коллеги, правда, Николай Мич подсказывает, что одна поправка исключает другую. Поэтому, значит, первая прошла, и давайте мы не будем голосовать это. 41 человек, давайте еще раз подтвердим. 41 из 78. За, да? Все, спасибо. Коллеги, последняя поправка в кодекс профессиональной этики. Я уже не знаю, надо ли подчеркивать, что это моя инициатива. Я раза два это подчеркивал. Не знаю, оцените вы или нет. Речь идет о внесении в статью 23 вот такого текста. Лицо, уполномоченное возбуждать дисциплинарное производство, или его представители, из числа членов совета только, да, в праве принимать участие в работе квалификационной комиссии. Коллеги, кто-то по этому поводу будет высказываться? Я предоставлю эту поправку на голосование. Кто за новый текст 23 статьи, прошу поднять мандаты. Спасибо, коллеги. Опустите мандаты. Кто против, коллеги? Один против, два против, три против. Иван Захаревич, вы против или за? Я не понял. Ну так, давайте вы будете аккуратными, ладно? Два против, я правильно понял? Вот там я увидел, и здесь, Ирина Ивановна. Кто против, еще раз поднимите, чтобы это... Нет, нет, нет. Спасибо. Кто сдержался? Один. Спасибо. Поправка принята подавляющим большинством. Поправка принята подавляющим большинство.